Александр Блок. Стихотворение Скифы. Оно написано больше чем 100 лет назад, но, наверное, для России будет актуально вечно. Блок написал его 30 января 1918 года, почти за месяц до печально знаменитого Брестского договора, который заключило правительство Центральной Рады в Киеве с Германией, по которому это правительство пригласило в Малороссию австро-германские войска. Эпиграфом к стихотворению Скифы Блок взял цитату из философа Владимира Соловьева. «Пан-монголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Миллионы вас, нас, тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, Скифы мы, да, Азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины, и дикой сказкой был для вас провал Ильсабона и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал. Крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет. Не будет и следа от ваших пестунов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись. Премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древней загадкой. Россия сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя. И с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь. Никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая изжет и губит. Мы любим все. И жар холодных чисел, и дар божественных видений нам внятно все. И острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все. Парижских улиц ад. И венецианские прохлады, и лимонных рощ далекий аромат, и кельно дымные громады. Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет, и душный смертный плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под узцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. Придите к нам. От ужасов войны придите в мирные объятия. Пока не поздно. Старый меч в ножны. Мы, товарищи, мы станем братья. А если нет, нам нечего терять. И нам доступно вероломство века. Века вас будет проклинать больное позднее потомство. Мы широко подебрямы лесам перед Европой и упригожей. Расступимся. Мы обернемся к вам своею азиатской рожей. Идите все, идите на Урал. Мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикою ордою. Но сами мы отныне вам не щит. Отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. В последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира, в последний раз на светлый братский пир зывает варварская лира.